В этом видео Не, я серьезно, мне кажется, они нас обманули Короче, все мы с вами знаем про Акушер Я развожусь Хвату все ситуации, как будто это я виновата Давайте я покажу вам мою новую хату Кстати, за аренду хаты я плачу в месяц по 140 тысяч В первом раз в жизни меня реально развели на деньги Но обо всем по порядку Всем хай Я снимаю новую квартиру, это видео про переезд в новую хату Потому что это я засрыла настолько, что я не могу здесь нормально находиться Проблема богатых Ситуация такова, что у тебя даже два кресла в комнате Потому что второе тоже нужно На самом деле оно не нужно Из-за того, что у меня вечный перманентный срач Я тут подумала и решила, что убираться мне слишком сильно лень Уборщица в дом я не хочу Поэтому надо снять отдельную хату Завести свою уборщицу Кстати, за аренду хаты я плачу в месяц по 140 тысяч Я вам потом еще расскажу просто лютую кринж-сторию Как мы снимали апартаменты Потому что это был просто такой, знаете, необычный экспириенс в моей жизни Боже жесть, я просто потрогала кота и вспомнила Я думаю, уже многие догадались, с чем это было связано Отвратитель Начнем с того, что все это притаскиваем Единственная моя цель в переезде это съемки То есть я не иронична сейчас буду въезжать в новую квартиру Которую я сняла ради съемок Ну да, мне реально было в лом убираться Поэтому на хате живет моя подруга, которая убирается после съемок Да, она была профессиональной уборщицей Помогите Переезжать тут не переехать А сейчас будет переуплощение Контент на 3 миллиона, который мы заслужили Нет, ну она, конечно, была хакагой Из-заценить, это спортивный костюм А вот прическа у меня сегодня не получилась Ну и бренд с ней Вас понюхали Я забыла сказать вам очень мега важный момент Я переезжаю не потому, что я развожусь Я открываю дверь, просто дверь На голову Хватит кот, потому что он сидел там Он сидел на двери, он просто упал мне на голову Он в порядке вообще? Я не знаю, он упал мне на голову Какой ужас А мне пофиг Ладно, ну все нормально Ну что ж, мы все собрали Погнали на хату Ну что, дорогие друзья Элитная вип хата Элитный вип переезд Считаю, можно начать Начать Давайте я покажу вам мою новую хату Знакомьтесь с этой хатой Потому что в ней будет происходить Большинство съемок следующих Обзор Здесь тоже мрамор Здесь у нас тоже мрамор А это что-то очень богатое Мы с ним точно не похожи Пушистый ковер Абсолютно такой же столик, как у меня Осторожно, не наступите на макбуке Потому что макбуке Как бы вещи Макбуке Как бы вещи Здесь у нас знающий фальш стены Я туда уже положила все вещи, которые пойдут у меня на продажу Да, на продажу Короче, у меня накопилось просто огромное Я повторюсь, огромное куча вещей С моих распаковок с Алика Поездок за границу И просто тех шмоток, которые в классном состоянии Но я их не ношу Сонка Blackpink, как вы знаете, тоже кому-то уйдет Купала для обзора на YouTube Возможно, кто-то помнит В итоге ни разу не носила Она вообще новая, блин Я сегодня первый раз ее внутри открыла Идеально Тема Абсолютно Короче говоря, теперь у меня есть свой секонд Ссылочка в описании А мы продолжаем обзор Это тоже все шкафы Дальше толкан Толкан уже такой, знаете, оприходованный Тут уже бричок стоит Там уже косты постиранный Туалет такой Туалетный Я не знаю, как написать туалет Ну, а теперь пойдемте в святая святых В бдуар Блин, жиратрицы Вот так вот Конечно, уже сюда какие-то вещи перекидывали Но пока здесь выглядит все, в принципе, очень мило Очень цигильно Но наша цель, конечно же, вообще не процелила Кстати, костюм Леди Баг Минутка интересных фактов Короче, ребята, рассказываю Какой реально был пипец снять квартиру В чем у меня была задача Я хотела снять хату Которая будет у меня чисто для съемок Но я также хотела, чтобы в этой хате Постоянно жила какая-нибудь моя подруга Ну, потому что подруге как бы хорошо И мне хорошо И всем хорошо И у меня была такая идея Что если я буду куда-то уезжать Я буду своих котов отдавать подруге Которая, ну, будет жить в той хате Которая буду снимать Когда я просто писала людям За бешеные квартиры там За бешеные деньги смотрели квартиры Там тысячи с по двести Я говорила, что иногда там Я когда уезжаю Я бы хотела, чтобы в этой квартире Жили коты И все такие сразу О, нет, с котами нельзя Категорически нельзя с котами Никаких котов Вообще что? И просто некоторые даже начинали Объективно наезжать За то, что ты говоришь Типа, а можно как бы с котами Которые даже не будут на постоянке проживать И которых будут передерживать Там в течение недели-двух Пока я там буду куда-то летать Короче, все говорили, что нельзя Потом по приколу В один момент я кому-то написала Что, здравствуйте, у меня есть кот и ребенок Ну, просто по приколу И тогда мне владельцы Или риэлторы, я не знаю Сказали, ну, с ребенком можно А вот с котом нельзя И я просто офигела Потому что, ну, я не знаю Мне кажется, что приличные коты Ведут себя гораздо более понятно Прогнозируемо, чем дети Потому что ребенок, ну, он может кастом сделать Стены разрисовать Плюс клиент же берет на себя все обязательства Если кое-что что-то спорти Короче, ладно Меня просто немножко с этого подгорает В итоге даже вот эту квартиру, где мы живем Тут тоже нельзя животных Поэтому животные на время нашего с Давида от лет Все равно будут уезжать к родителям И чилить у них Я бы, конечно, хотела родителей избавиться от этих проблем Но что поделать С животными снять хату в элитном месте Очень тяжело Кстати, у меня кореш Дима И он, короче, тоже недавно снимал хату И он нашел хату, где можно с животным Но с него взяли двойной прайс То есть из серии, грубо говоря, он должен был платить 200 тысяч А вместо 200 заплатил 400 тысяч Вот это, конечно, я понимаю Сейчас расскажу вам вообще, что хочу делать с хатой Здесь явно все пока слишком нормально А нам такой вариант не супер подходит Поэтому я бы хотела сделать Чтобы можно было, ну, прикольно снимать Потому что сейчас, я думаю, вы сами видите, что пустовато Да, хочу повесить почту Расклеить целую кучу всевозможных Лампочки-то была, подсветка Расставить фигурки У меня, как видите, просто какое-то гигантское количество всевозможных пультиков В этой хате, получается, две комнаты Я буду обустраивать и хобби Но сейчас пойдемте в спальню Потому что курьеры предназначили мне всякие вещи для кастома Только спальня Блин, у меня такая офигенная идея Мы начнем у спальни есть Я просто мечтала Я очень надеюсь, что у меня все получится сделать Я просто очень надеюсь, ребят Желать удачи Хочется как-то вот так Прям вот Что? Или гампу? Ну что ж, давайте начнем кастом жилья У меня пришла первая доставка с Wildberries Поэтому начинаем с нее В этой хате было вот такое зеркало Такое зеркало очень неудобно для того, чтобы краситься Покупать свое гримерное я не хочу Потому что оно, во-первых, огромное Оно дорого стоит, нафиг надо Я на Wildberries нашла вот такие вот штуки Внимание, это не реклама Это типа лампы, которые ты клеишь на зеркало Ну или куда тебе там надо И вроде как по отзывам они хорошие Но я в хозяин Выглядят они, конечно, не так, чтобы я им особенно как-то доверяла Ну давайте проверим С этим каким-то раком еще и разобраться нужно Потому что, знаете ли, я не очень понимаю На что, собственно, это все крепить Потому что на что? Не, ну серьезно, мне кажется, они нас обманули А на что их крепить-то? Вот нету скотча, ничего нету В самом деле даже не скотч стоит Да явно, что нет Там написано, что типа ты просто лепишь эту фигню и все Ну а куда ее лепить-то? Я зря бы гонул, здесь все было Хорошо, что я понимаю, что ты берешь эту фигню Лепишь эту фигню на зеркало Лепливаешь эту фигню и на нее ставишь лампу И тут начались проблемы Получается, что вот этот уровень нам не нужен Потому что он будет мне мешать съемкам Получается, нужно быть здесь Понимаешь, да, что я это делала на глаз? Ааааа Я об этом не разбираюсь Я могу тебе максим помочь с тем, что я постою здесь Уйду Нет, лампа, мне мышку Пытаюсь симметрию вымереть, но как будто бы не очень симметрично Как будто должно быть здесь Да, у нас проблемы с симметрией Но она, конечно, немножко неровная Это ниже, кстати, в итоге Тебе не пофиг? Мне не пофиг О, мне пофиг Так тебе пофиг или нет? А мне пофиг Знаешь, что? Что? Да, наши диалоги выглядят вот так Вы понимаете, у нас действительно проблемы с лампой А, смотри, их можно вот так вот доматывать Тогда что, давай, наверное, знаешь, что? Замотаем вот эти штуки вот так вот Они были не очень умными Давид, ну-то все умные Что? Нормально Ага, поняла, смотри Или я не поняла Клеим ее Или не клеим? Клеим Я решила Если вы вдруг умудрите сделать такой же эксперимент с этими лампами Если это в итоге вообще окажется не каким-то разводным акушерством То я вам очень рекомендую, конечно, взять линейку Возможно, обратили внимание, что я делаю только половину То есть нижний ряд я специально не делаю Когда ты делаешь с нижним рядом вот эту вот фигню, то получается так, что она тебе бликует в лицо внизу И ты не можешь нормально снимать видос Мы промахнулись и проверяем, как снимается эта штука Ну, кстати, она реально снимается четко Вообще никаких проблем Так что если вам рвок свое зеркало Если честно, мне кажется, вот это говном Очень неплохой лайфхак Финальный шок Мне очень не нравится, как выглядит то, что здесь у нас разнобой Но я думаю, что этот вопрос мы сейчас порешаем Потому что у меня полно листьев Вот мы их сейчас используем на той штуке, чтобы было простило Но для начала их надо будет распустить, конечно же Пришла еда Блин, на самом деле я безумно сильно люблю все эти переезды Это прямо вот для меня классная история Обожаю делать в кастом Все это очень любит делать Это еще раз ответ на вопрос, который вы не задавали Но я уверена, что я был бы миллион в комментариях Почему он тебе не помогает, Давид? Да потому что я не хочу, чтобы я помогал Давид Он не помогает Ну да, когда мы его просим Когда мы его не просим, он не помогает Особенно он помогает там вай-фай, например, настраивать и орать Знаете, как называется наш вай-фай? Угадайте, раз, два, три Но! Кротовуха А, кротовуха? Ладно Потом мне будет кофе, и мне будет кротовуха Мы поели, и мы продолжаем эту мракобесину Бесконечное количество лет они занимались тем, что расцепляли бьющийся плющ Кстати, моя подруга однажды в Америке потрогала какое-то растение Оказалось, что это ядовитый плющ А потом она дала за лечение больше тысячи долларов за то, что ей выписали мать Такая грустная, отвратительная история Но с то она меня научила определять, что ядовитый плющ это не ядовитого Если, типа, листья блестят и такие, как будто бы мокрые Если вы находитесь в Америке, по-моему, у нас еда этого плюща нету То лучше не трогать росточек, даже если он милый Ну, в общем-то, это все, что я знаю про даритый плющ Я, как обычно, не знаю, что оно получится Возможно, как обычно, ничего хорошего и не получится Но будто бы это имеет перспективу Или не? Ладно, пойдем к другим путям Я думаю, что нужно листики просто запихивать за вот эту штуку, чтобы они фиксировались А это мы потом куда-нибудь приклеим на вот этот шаскотч Это выглядит очень легко, но по факту это очень запарится, скажем так Что все путается Ой, ну как будто выглядит, слушай, очень круто Вау Блин, реально криво выглядит Вообще здорово Мне так нравится Блин, крутая идея была Ура, зеркало сделали, идем дальше Так, давайте посмотрим, что есть у нас тут еще Во-первых, я сказала себе очень пушистое одеяло Оно вот такое Ну, честно, знаете, на фон положить милый, красивый плед Пока пусть здесь побудет Должно быть, по идее, два на подушника Ой, я забыла подушку принести Придется ехать за подушками обратно Да, они отличаются по цвету, но такова была моя задумка Это не то, что я затупила Оно должно быть разное Это огромное количество светодиодных прищепок под фотографии Это будет очень красиво Если нас не обманули Удем остальных курьеров, которые должны приехать, чтобы продолжить Потому что пока больше не с чем продолжать Подсветки У меня осталось миллион вот этих вот легламп Я хочу это адаптировать, чтобы это хватит Потому что здесь явно не хватает леглампы Но это явно можно наклеить туда, на кухню Потому что там явно не хватает подсветки Уехали срачи, уже сделали срачи Покушали, зато Заработала Окей, поехали Я довольна Результат класс Из-за того, что эта квартира-то не моя Поэтому здесь я не могу заниматься тем, что рисовать первую орхидею И писать огромную букву U Понятную причину Все еще очень хочется, чтобы была все-таки вот эта светодиодная подсветка из ленты Поэтому я видела в пинтересте Многие ребята, видимо, кто тоже хаты именно снимают Они, короче, клеят на кровать Я не знаю, насколько получится на ткани вы кровать это все наклеить Но я точно знаю, что это никакой не повредит Давайте попробуем, наверное, так сделать Чтобы у меня хоть где-то была эта подсветка Потому что стены, конечно, тут они уничтожатся Если я это налиблю Я это точно знаю Кровать подсветкой Давай, выключим свет по смартфону Давай О, вау Это уже выглядит прям Круто? Да, да Я так рада Первый день пришел очень даже Продуктивно Да, реально Очень круто Я рада С момента, как я переехала, я ни разу не открывала духовку Готовила в сумме три раза И то все три раза для съемок Несмотря на то, что я люблю готовить, мне очень жалко время Плюс я люблю разнообразие А если каждый день готовить много разных блюд, то времени вообще ни на что у меня уже не останется И поэтому... Курьер пришел Я пользуюсь услугами здорового питания программы Level Kitchen Давайте посмотрим, что там внутри Здесь огромное количество коробочек, которые уже рассортированы по дням Обед, ужин и так далее Здесь у нас цифра 5 для понедельника Ну, это, собственно, тот номер еды, который ты будешь есть А здесь цифра 4 для понедельника Реально очень удобно Не нужно вообще не очень париться, а еды безумно много И она разная Хочется отдельно отметить, что все блюда уже сбалансированы И помогают скорректировать или поддерживать вес за счет фиксированного колоража Разрабатывалось все это диетологами Ну и, конечно же, ты вообще перестаешь париться, что тебе сегодня поесть И париться о том, что тебе потом нужно помыть посуду И вообще все за тебя уже давно придумали Ребятки, я оставляю вам ссылку в описании Обязательно ее посмотрите Там будет 15% скидка на заказ любого 6-дневного меню Да, тут что-то записала фату для того, чтобы здесь было норм Но в итоге здесь так Да, это, в принципе, то, что вы писали в Телеграме Абсолютно ожидаемый вариант Давайте посмотрим, что мне сегодня пришло Внимание, наслаждаемся красивым фоном Поехали Опушерство Сейчас не нужно Крепление для макияжика Во У меня уже есть такая штука, очень удобная Также всякая приблуда Постельное белье Правда, откровенно говоря, я не до конца помню, что я попала для этой хаты А что попала для своей Вопрос дня У меня новая камера, я не понимаю, насколько хорошо изображение на ней идет Поэтому напишите, пожалуйста, ваше мнение, как вам картинка Хороша, плохая или вообще что Еще один пакет Нечто, что я не помню уже что Дополнительно не помню, что это Габелин А вот габелин мы сейчас повесим Ручки И я купила еще вот такой вот разъем, где полно розеток и полно вот этих штук Как раз, чтобы можно было ставить красивый фон на заднем плане С этого и начнем Красиво все упаковано Я думаю, я ее еще вот сюда вот дополнительно приклею Чтобы она мне не мешала И чтобы не портила вид Хороший лайфхак Как раз вот эти штуки остались Мне кажется, идеально Одна явно будет здесь Вторая явно будет в центре Клеим Это сложнее, чем кажется Вы не думаете, я не туплю Тяжело делать что-то такое, когда в голове только Шни-шна-шна-пи Шни-шна-пи 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 Ну, наконец-то Надеюсь, оно не упадет Спустя миллион лет я с этим разобралась Я, короче, вспомнила, что у меня есть вот такие вот крючки Права для габелина, но я думаю, что здесь они тоже круто пригодятся Если они еще все будут держать, цена этих крючков будет возвышена до миллиона Отзывы, знаете, были очень хорошие Я поверила этим отзывам Что с этим типа ломать нужно или что с этим делать? Или это прям сразу так куча вешается? Это же бред А, все О, шикарно Теперь меньше всякого мусора визуального Официально заявляю, что я довольна, это достаточно редкое событие О нет, у меня все отвалилось, пока я делала классное СМР, оно теперь болтается вот тут внизу Потом разберемся с этим Возможно, я просто куплю более мощные крепления Ненавижу этот крючок Продолжаем Очень удобная вещь, всем рекомендую Хочется кофе Смотрите, какой у него тоже есть Ааа, я теку упал туда, он натонул Смотрите, какие красивые штуки я купила для того, чтобы у меня был Fancy Aesthetic Хранение для кистей Кисть я, кстати, тоже для этой хаты купила полностью новые, чтобы у меня были максимально новые кисти Как бы это странно не звучало, но я хочу, чтобы у меня эта квартира, знаете, была такая Aesthetic Красиво, элегантно Поэтому я даже купила сюда вот такой вот огромный набор кистей Они все абсолютно одинаковые Я отдала за этот набор несколько сотен евро Купала, когда у родителей была Я знаю, что вы поняли все то, что я только что вам показывала И вы понимаете, о чем я говорю Но не надо об этом мне писать в комментариях Я знаю, что вы все заметили Ой, как мило, я только что заметила, смотрите Было еще две золотые резиночки в подарок Мне на подарки это всегда уважаемо В самое время все здесь красиво расставить Мне кажется, это будет очень красиво смотреться, когда все кисти будут из одного комплекта Потому что у меня, конечно, дома кисти мои рабочие, профессиональные Но там все в своем вайбе Поэтому мне прям очень хочется, чтобы все было супер прям элегантно Если честно, мне очень нравится, как выглядит предварительно вот этот уголок По-моему, это он супер Откроем эти штуки, глянем, что внутри Что-то как-то на элитном А, это обычные на подушнике Ничего интересного, это же на подушник? А, все, поняла, это вообще не от этой хаты Это обычные самые на подушнике, на большие подушки Очевидно, в этой будет то же самое, только белое, поэтому открывать не буду Для этой хаты у меня другие на подушнике, более интересные С кровати я буду еще миллион лет возиться Ну вот сюда вот такие на подушнике идут в клетку Мне очень нравится, как выглядит клетка По-моему, это максимально эстетично всегда Ну и к ним по комбинации идут вот такие вот черные Которые оказались не черные, а темно-коричневые Но я думаю, что это будет не особо сильно заметно Хочу в это верить, честно Потому что, значит, получается, что меня обманули Блин, они реально на фотографии выглядят черными Но почему они в жизни коричневые? Отстой, конечно Ну и еще вот такую вот обычную базовую белую подушку тоже заказала Потому что белые подушки всегда нужны Очередной этап можно считать законченный Подушки, конечно, класс По качеству во Каждый раз я прихожу, снова мне вещами за этой хатой И на этот раз у нас сектор подушка В этот раз я пришла сюда только ради подушек И теперь мы надеваем вот эту потрясающую мах на матку Ооооо, ребята, тут была нитка Так, кстати, смотрите, а что так странно они сделаны? Почему эта прошивка не белая? Ну, типа, вам не кажется это странно? Мне, например, кажется Жесть Скишь вы плохие Это же не с Алика заказ, это с Вайлдберрис Вообще-то эти на подушники не 3 копейки стоили Ужасно Теперь Рюксхата Ладно Норм, но мы переделали Это должен был быть четвертый день нашей перестройки, но это стал день клинжа С момента, как мы начали переезд, просто уже изменила 10 раз свои волосы Сначала они были такие, потом они были такие Потом нарастила длинные волосы А потом подумала, что как-то мне фигово их нарастили, потому что Ха-ха, кажется, что я типа спокойная Нет, я злая Вот эта длина мне нахрена нужна Я злая и расстроенная, но об этом будет отдельный видос, так что день 4 Хочу я, ох, как хочу я, чую, ох, как хочу я Это чу я, ну вы уже догадались, потому что я спела даже песню через этого А это мой новый оттенок волос Сколько раз поменялись у меня волосы за это видео Мы собрали вот это вот все из говна и палок Но я об этом расскажу в отдельном видосе, потому что там будет контент еще вот такой контентский Первый раз в жизни меня реально развели на деньги Вот прям первый раз в жизни, да и об этом в другой раз Сегодня у нас акушерство Акушер Ты меня называла, да, это видео, в котором будет много неловких песен Потому что у меня в принципе нормальное настроение Короче, все мы с вами знаем про акушерство Но если вы не знаете, явно вы и недавно смотрите мой контент И я решила снова наступить на те же самые акушерские грабли Концепт в том, что здесь находится москитная сетка С которой можно сделать полноценное акушерство Если честно, я хочу сделать из этого что-то вроде Pinterest Room Но у меня есть акушерство, только лишь и не больше ничего Я не знаю, это куда-то куда А, посмотрите, она уходит Она уходит, она такая просто Все, я не буду принимать участие ни в каких акушерских делах Как тебе не стоит, баба Тема должна быть примерно такая, что здесь прям должен быть суперпинтерист Как-нибудь Я не знаю, как А у нас есть стремянка? Да Как ты хочешь, чтобы меня акушерство двигало? Тут никак не получится поставить Мне не хватает роста, я всего метра шестьдесят два Даже если я в этой кровати... Господи, я не поняла, что только что упало Ты и я, или что, или что-то проломилось Акушер... А почему кровать так пшенькает? Ты слышал? Угадайте, что она сказала с тревожным лицом Вырежу это... Возможно, спросите Ну, почему бы не нанять уборщицу? Почему вообще нет уборщицы? Расскажу вам супер-мега-маленькую короткую историю Кстати, я сижу вот так В общем, однажды как бы упорщица Ну, такая приходит А потом палит на то, что... Ну, носит чужие трусики Трусок и трусок, и трусок и трусанюх Да, а потом еще, ну, типа, что косметику использовала Но про трусы было более эпично Но я не могу рассказывать об этом серьезном лицом Хотя история достаточно серьезная Ну, пока Ну, хочется как будто бы кровать поставить к стене Но я только сейчас подумала, что если будет висеть акушерство здесь И его будет задевать дверь Мы в любом случае не сможем это сделать А, в принципе, не то, чтобы здесь не так много Но я могу делать, типа, вот так Так, чуэ и люмин, пожалуйста, я вас попрошу О, чуэ и люмин Это почти как чулюми, только чулюми Чуя Насколько похож парик люмин и волос лисы? Референс был вот Ладно, он вот Ну, да, похоже Люмин палом не равном мою Тюян повредил Здливаю к хай forward Нет, прости меня, я 속ращаю О, ты, ты Г saxoчики Это как вот это будет держаться акушерство Я не знаю Это мой первый акушерство Мой первый акушер Во-первых, мы должны поделиться, где головка Ну, как бы, это важно понимать, что у нас сначала пойдет Да, вот И вот так вот это вешается, известно Где не нужно мы режем Типа вот так вот, по идее Это я так вижу Это не значит, что так правильно, ребят Я, в принципе, все всегда делаю Кстати, потом сними обзор, как ты будешь спать Боже наc, все, он пойдет на тебя Ну, короче, мы повесили первый раз, и тут не хватает до конца кровати Короче, прикол в том, что мы сейчас повесили вот это вот все Ну, из-за того, что эти штуки слишком маленькие Петли, на которые я укреплю акушерство Оно не свисает вниз кровати Соответственно, нужно, чтобы эти петли были длиннее Поэтому я, пожалуй, буду дома искать, чем это можно Зафиксировать какую-нибудь нитку или типа того, чтобы Ну, как минимум было вот так вот Хотя бы на кровать не спадало немного Акушерство провалилось, но позже мы все исправили Что ж, с акушерством у нас не получилось Но у нас есть еще что налепить Гобелен Потому что хочется закрыть вот эту вот розетку Она выглядит как-то не супер Для этого есть вот такие крючки Попробую сейчас их, потому что они более прозрачные Они какие-то мутные, потому что странно Им еще вот такая штука полагается Я не супер понимаю, что с этим делать А, все, ладно, не так трудно оказалось Гобелен Не мятый, хороший По качеству прям как на облачке Большой, я думала, нет меньше Что там нарисовано? Там нет никого головы? Там нет никого, там колесо фортуны Ну, чтобы все было удачно Блин, гобелен-то здоровый реально, смотрите Всю камеру закрыл Короче, к этому гобелену шли еще вот такие вот штуки Очень удобно, потому что я просто повешиваю вот на это И потом туда Если у вас в жизни творится что-то не так То... Лианы Лианы, да Лианы, Лианы топ Они все исправят Мне кажется, сходу меньше стало какой-то дичи А была хорошая планисхата Отличное акушерство практически Мне очень плохо Оно такое кривое Ваше мнение о чуе, но он даже не стал на нас смотреть Який подлец Негодяй На следующее утро Гобелен не пережил ночь Ему стало плохо Ну, бывает А теперь важно Очень важно Ваши любимые конфеты Я пытаюсь позвонить маме, потому что я не могу найти конфеты Ясная Поляна Ну, типа, это странно Странно то, что моих любимых конфет Ясная Поляна нет в Москве Они есть только в Туле И я звоню маме насчет них Я говорю, бабушка, мама обычно всегда берет трубку Всегда сразу дичь, но сейчас мне не ответила Это важный вопрос Она тоже узнала, что нет Ясной Поляны Приехала в Тулу Она написала, что она купит мне эти конфеты Поеду в Тулу у бабушки в гости Короче, ребята ищут конфеты Ясная Поляна Нет, я уже ищу отели в Туле Потому что я должна эти конфеты взять Я реально хочу поехать за конфетами в Тулу Потому что я хочу эти конфеты, я их ела Бог знает когда Они были очень вкусные Я хочу к Поляну заехать К Лизи Бай К бомжам тульским Понимаешь? Они реально же, это тульские бомжи под мой трек флексили Не, ну все, теперь надо только за Ясной Поляна ехать На еще коллап с ними замутить Мам, привет У меня очень важный вопрос Почему в Москве нет конфет Ясная Поляна? В смысле? Ну, я просто первый раз в жизни столкнулась с тем, что я чего-то не могу здесь купить И это конфеты Ясная Поляна Не понимаешь просто, я уже 2 часа завезла на автор с этими конфетами Ясная Поляна Короче, капец Ну, в общем-то, это все, что я хотела спросить Я уже бабушке написала Нет, я написала, что я поеду в Тулу, потому что я хочу конфеты Ясная Поляна В общем, на днях я была в Казани, потому что я хотела поехать в Кальянку И, в общем, на днях я поеду в Тулу, потому что я хочу конфеты Ясная Поляна Это не реклама конфет Ясная Поляна, но, пожалуйста, заплатите мне День попытки сделать акушерство Номер два Но перед этим постельное белье, ребята Нужно постельное белье менять часто Я меня его редко Ну просто потому что лень А еще иногда бывает так, что я даже сплю без педалияльника Ну я человек культуры, у меня футон был Но в этой хате у меня должно быть пафосное постельное белье Поэтому я купила, сейчас покажу вам, что я купила Вы просто охрените Я не надеюсь, кто зачем-то побаковал это Какого нафиг Да, у меня есть ножницы, мне лень на меня идти Вот, смотрите, какой пафос я купила Это для акушерства специально Но цвет, конечно, я думаю, будет более розовый Ну да ладно Что здесь было? Я уже не помню Можно, пожалуйста, ножницы? Понятно-понятно Что для черня? Почему они разные? Нет, я могла в теории заказать разные И скорее всего в этом был какой-то смысл Если я заказывала разные, но как хрен они разные Но этот явно поинтереснее цвет будет Какой-то более серый Они разные Разные Она хотя бы симпатичная Да, я сама сделала такой выбор Это да, вот с ружками черными Я была, вот выбор такой сделала Бантики Вообще постельное белье лучше не заправлять сразу после покупки Но на этом было написано, что она же постирана Я заплатила за него очень много денег Не для того, чтобы потом его стирать Кто же, кто же, кто же, кто же Все мы поем По полям, по полям Синий танцор, я реклам Думаю, бантик на подушку Зачем он главным образом нужен? Я не понимаю Какая милая подушка Да, я сама выберу Смотрите, какая подсветка классная стала Раньше она была такой Типа А сейчас она такая приглушенная и красивая Попытка повесить акушерство номер два Так вот взять Нафигарить Крышу порвать Чтобы она была дополнительной фигней Типа что-то в этом духе Я не поняла Я забыла, что я хотела сделать Короче, дальше был полет фантазий Блин, на самом деле Мне кажется, что меня разведет Клоустрофобия Если я буду сидеть С этим колпаком на голове Ты конечно не будешь сидеть С этим колпаком на голове У тебя разрежут Ты же не комар какой-то Какой звук сдует комары Я бы сказала С Новым годом Но у нас из Лианы Поэтому Реально вот из говна Из Лианы Блин, такой эффект красивый Тут даже можно свои фотки делать Прямо Эстетично Да, эстетично Ну, ввиду того, что рост как бы у нас Не самый великий Поставить банкетку Мы сюда решили, что не лучшая идея Мы принесли три подушки с дивана Ну как мы их В Карелине принесла А я пойду полезу Так странно выглядит Опа Это липучка без клейкости Я вам отвечаю Не разбили на липучку Посмотри, там нет клейкости Да, знаете, тяжело Такое кардио Я вам хочу сказать Вот теперь мы точно Настоящие Акушеры Лиса уехала И у меня в планах Самостоятельно докрутить комнату Потому что у нас все остались вещи Которые мы не вешали Эти вот лампы Они на розетке И вот эти вот штуки Тут нужно три батарейки Надеюсь, сейчас мы скребу что-нибудь А еще вот эти вот штуки Это тоже все Можно повесить куда-нибудь Короче, здесь вот есть розетка Боже мой Все еще срачен Там косплей Я хочу провести от розетки Вон туда К кондиционеру И это будет очень странно Я не совсем вижу эту реализацию Но давайте попробуем Мне кажется, получилось очень прикольно Вот так вот это выглядит Прикольно вообще Мне нравится Прошло несколько часов И я все это время Выбирала какие-нибудь рисунки Чтобы они подходили Под белые стены У меня не то, чтобы получилось Что-то супер крутое Но anyway Сейчас будем печатать Я забрала просто огромную кучу Распечаток сегодня Сейчас будем это все приклеивать Сейчас мы все нарежем Какие у меня дальнейшие планы Заполнить вот эту вот картину Доска в процессе Я делаю все на глаз Я не уверена, что из этого получится Что-то хорошее Но я, по крайней мере, очень стараюсь Да, рисунков много Но это было, на самом деле, интереснее Чем я полагала Потому что у меня просто никогда Не было своего личного пространства И из-за этого я такая, типа Блин, ну у меня теперь есть Как бы своя комната И что с ней делать Ну, а реально, а что делать Типа, у меня никогда такого не было И теперь я могу, как бы, оформлять ее, как хочу Ну, по крайней мере, на тот период, когда я тут живу Картину я до конца не доделала Потому что, просто потому что Там уже будет не видно ниже Я не вижу смысла тратить распечатки на это все Вот такая вот добротная картинка у нас получилась Сейчас пробую ее повесить И доклеить всякий промежуток Очень хочется верить, что это все выдержит Знаете, что я поняла И из-за чего я очень сильно расстроилась Из-за того, что концептуально Манга не совсем вписывается в стиль этой комнаты И то, что нужно было делать все цветное А не черно-белое И как бы, блин Блин, почему я так сильно накосячила? Тут же все серое такое Серое плюс цветное Но я решила сделать черно-белое Обидно Но я все-таки доделала сейчас эту штуку Потому что, как бы, ну, блин Что оставлять на полупути? Позориться, то позориться до конца Моя цель повесить фонарики на кушарство Куда угодно Выключаем свет И смотрим В общем, у нас уже есть итоговый результат Была самая долгая переделка Но, кушанер, ты меня наслезала Итак Все изменилось Для начала давайте обратим внимание на то, что здесь лампы Наконец-то нашла им применение И вынесла из другой хаты Здесь у нас есть великолепное, потрясающее Шедевральное акушерство, как вы уже знаете Ну, здесь уже разбросана одежда Поэтому я вам показывать не буду Парики нашли свое место в таком состоянии А еще там розовая лампа Здесь лежит потрясающий куроми Который мне подарили Место для макияжа Пока здесь недавно в косметике Ну, здесь уже все чильно, красиво Фигурки Геншина, как бы Реснички накладные, макияжики, ноготочки Девочки, мальчики Тушь лица, а вы не покупайте, кстати Что ж, в общем, я обещала, что у меня будет красивый фон У меня есть красивый фон Лайк, подписка И, кстати, включайте мой телеграм-канал Потому что почта так сказала Субтитры сделал DimaTorzok